Бонжур, народ, с вами Фантом. Сегодня у нас будет особенное видео. В последнее время я рассказываю вам о легендах, ужасах из игр, всяческой мистики. Это круто, но хочется чего-то настоящего, человеческого, и я нашёл для вас одну такую реальную историю. Это будет рассказ про ужасную случайность и абсолютную беспомощность полиции. Я расскажу вам, как исчезли Том и Эйлен Лонерган. Расскажу, почему об этой истории сняли фильм и кому было выгодно, чтобы их тела никогда не нашли. Том Лонерган родился в 1964 году. Эйлен Кейсиди Хейнс в 1967. Они познакомились, будучи студентами в университете, и вскоре поженились. Молодая пара поселилась в городке Баттон-Руж, штат Луизиана. Оба, и Том, и Эйлен были молодыми, активными, обожали путешествия и обожали дайвинг. Лонерганы решили устроить отпуск после того, как три долгих года отработали в Корпусе мира. Это американская гуманитарная организация, отправляющая специалистов в разные части мира для оказания помощи бедствующим людям. Это символично, ведь скоро в бедственном положении оказались сами Лонерганы. Выбирая место для отпуска, супруги знали, что лежать на пляже, как тюлень, они не смогут. И тут в них заговорила любовь к дайвингу. Они решились. Спустя неделю они взлетают в небо, и самолет уносит их за океан, в Австралию. 25 января 1998 года супруги сидят в тихом автобусе, а за окном открывается вид на порт Дуглас, штат Квинсленд. Впереди их ждало приключение. Чартерное судно для дайвинга, Outer Edge, должно было доставить их к большому барьерному рифу вместе с другими дайверами. Нырять возле рифов – чистое блаженство. Можно разглядывать кораллы и экзотических рыб, живущих внутри рифа. Так все и случилось, с одним исключением. Обратно на землю семья Лонерган уже не вернулась. Пока наши герои беззаботно летят в отпуск, поговорим вот о чем. В недавнем ролике про азиатские ужасы я рассказывал вам о разнице между американскими и японскими хоррорами. Разница есть, но одно правило действует всегда – нельзя вскрывать тайну. Когда ужас становится явным, телесным, осязаемым, напряжение срывается. Вы чувствуете страх, но это страх американских горок. Согласитесь, одно дело, когда вы видите, как ваша дверная ручка в квартире начинает медленно поворачиваться, когда вы никого не ждете. Какого черта! Вы можете напридумывать себе в этот момент что угодно, но когда дверь открывается и вы видите там доставщика пиццы, пускай даже со страшным лицом, в принципе, ничего страшного уже нет. Нужно держать напряжение, тянуть его из одной минуты в другую, все сильнее затягивая петлю на шее зрителя. Именно так поступают создатели нового сериала от TV3 Dark. Что вы должны знать? Выходит сериал на ютубе, и прямо сейчас, буквально в эту минуту, была опубликована новая серия. Она называется «Полтора года на кладбище». Я глянул ее до премьеры, и это реально мощно. Суть такова – каждая серия – это интервью. Человек рассказывает страшную историю, в которой он был главным героем. И параллельно мы видим, как его рассказ оживает на экране. Отвечу на главный вопрос – да, актеры хорошие, есть актеры в стране. Еще команда «Круто» работает с локациями. Действие может происходить на кухне-хрущевке или в какой-то забытой деревне. Съемки в знакомых локациях без прикрас, без попыток сделать красиво там, где нужно сделать правдиво. Например, кладбище в новой серии выглядит точь-в-точь так же, как то, по которому я шарахался в детстве. Родные все локации-то как будто про меня снимали. Сразу скажу, сериал не пытается играть по правилам Ютуба. Вы там не увидите в первые три секунды приевшегося «Йоу-йоу, поупал с вами Влад Бумагай». Ребята выдерживают драматургию. Но после второй минуты вы уже погрузитесь в атмосферу, и за уши вас будет не оттянуть. Переходите по ссылке под роликом, смотрите новую серию и подписывайтесь. Лодка Outer Edge была 12 метров в длину и могла перевозить до 26 пассажиров. За рулем стоял капитан Джеффри Ян Мерн по кличке Джек. Большой барьерный риф – это крупнейший коралловый риф в мире. Он образует 2900 отдельных рифов и 900 островов. Первые два погружения сделали у рифа Сент-Криспин. После легкого перекуса лодка двинулась в сторону Фиш-Сити, где лонерганы спустились в воду в третий и последний раз. Они предупредили команду, что будут нырять без инструктора. СМИ потом воспользовались этим фактом для обвинения руководства Outer Edge и лично для обвинения капитана Нерна. Однако, по словам одного профессионального дайвера, опытные ныряльщики практически никогда не ходят на глубину с инструктором. А лонерганы были вполне опытными, поддержка им была ни к чему, они и сами друг друга поддержать могли. Дальнейшие события — это кромешный ад. Если составить топ-ситуации, в которых мне не хотелось бы оказаться, после человеческой многоножки будет быть забытым в океане. Но именно это и произошло с Томом и Эйлен. Лодка Outer Edge не дождалась их и ушла в порт. Капитан Нерн потом утверждал, что они действовали строго по технике безопасности. Они поголовно посчитали всех дайверов и со спокойной душой, решив, что все на месте, уплыли обратно в город. Но пара дважды прыгала в воду и дважды поднималась на борт. Видимо, это сбило тех, кто вел учет. Одна маленькая ошибка в арифметике и два человека остаются одни посреди океана. Если, конечно, поверить словам капитана, что они действительно посчитали всех пассажиров. Ведь несколько фактов говорят об обратном. Во-первых, слова еще одного пассажира Outer Edge, Ричарда Тридса. Он сказал, что считать дайверов никто и не думал. Собрали вещи и уплыли. Во-вторых, очень странно, что хозяин лодки, который зарабатывает на том, что возит людей на риф, не заметил, что часть оборудования исчезла. Даже в бассейне вас оштрафуют на 500 рублей за потерянный ключ от шкафчика. А пропажа двух кислородных баллонов – это точно заметная пропажа. Но никто из команды не обратил на это внимания. На допросе команда сообщила, что они не заметили пропажу людей, спокойно пришвартовались и разошлись по домам. Кто-то заметил забытую сумку, но посчитал это мелочью и просто переложил ее в другое место. И это тоже не совсем правда. Материалы следствия показывают, что на борту осталось две лишние сумки. В них были вещи лонорганов. Например, сухая одежда и очки Тима, а также деньги и документы. Кроме того, рядом лежал пустой мешок от снаряжения для дайвинга. И на судне не хватало двух поясов с весом для погружения. Лишние вещи капитана не смутили, как и пропажа собственного инвентаря. Возле пристани дежурил автобус. Водитель должен был забрать лонорганов и увезти в отель вместе с другими отдыхающими. Когда все расселись по местам, он заметил, что двух человек не хватает. Он забеспокоился, когда не нашел их на причале. Проверив кафе, клуб и магазин снаряжения, он позвонил управляющей отеля и сказал, что лонорганы ушли, не дождавшись его. Именно об этом он тогда подумал, что молодая пара поехала в город на такси. Представить себе, что произошло на самом деле, не мог никто. Хозяйка отеля позвонила капитану Нерну и передала информацию. Двое ваших дайверов не сели на автобус, мы не можем их найти. Но капитан отмахнулся. Не дождались и не дождались. С кем не бывает? Хорошего вечера. И повесил трубку. Полицию вызвали спустя 51 час после того, как лонорганов забыли в открытом море. Произошло это так. 26 января дайверы с Outer Edge во время очередного погружения заметили два пояса с грузом на рифе Сент-Криспин. Поздно вечером, 27 января, новый экипаж лодки Outer Edge заметил пустой мешок с дайверским снаряжением. И сумку с личными вещами Тима. Капитан Нерн сказал, и его слова попали на пленку. Господи, давай ты рубашки мистер Лонорган взошел на борт в тот чертов день. На следующее утро полиция отправила на поиски 17 единиц техники, вертолеты, самолеты, лодки. В операции принимали участие полицейские, военно-морские силы и гражданские водолазы. Но все усилия были напрасны. Никаких следов семьи Лонорган найти не удалось. И на следующий день тоже. Целую неделю техника кружила над водой, и лишь на восьмой день, 5 февраля, спасатели заметили жилет мистера Лоноргана. Он покачивался на волнах в 10 километрах к северу от Куктауна. Кислородного баллона рядом не нашлось. Чуть позже зелено-серый гидрокостюм миссис Лонорган нашли на берегу. Волны выбросили его на песок. Вся филейная часть костюма была порвана акульями зубами, но крови не было. Там же отыскали жилет миссис Лонорган и ее сланец, подписанный фамилией. Вторая роковая случайность этой истории в том, что совсем недавно возле барьерного рифа прошло цунами. Тонны мусора выбросило к берегу. Разглядеть маленький человеческий силуэт в воде на фоне обрывков пластика было просто невозможно. Как долго супруги были живы, стало ясно, когда спустя 6 месяцев, в 100 километрах от рифа, рыбаки нашли дайверскую дощечку, которая используется для общения под водой. На ней каракулями было написано. История мгновенно стала главной темой в СМИ на ближайшие несколько недель. Журналисты пробирались в спасательные отряды, чтобы первыми узнавать информацию о пропавших. Но информации не было. А поскольку тела Тома и Эйлен так и не были найдены, в газетах начали строить различные гипотезы. В основном все сводилось к тому, что пара фальсифицировала свою смерть. Было много сообщений о том, что кто-то видел людей, похожих на них. Однако их банковские счета остались нетронутыми, а страховые полисы нигде не предъявлялись. В то же время на капитана нервно завели уголовное дело. Следователи опрашивали свидетелей и собирали данные. Капитану грозила статья за непредумышленное убийство двух человек. Вскоре родилась теория о суициде. Точнее о самоубийстве с убийством. Один убил другого и позже покончил с собой. Эта версия появилась после изучения личных дневников. Эйлен писала. Кажется, Том хочет совершить самоубийство и думает сделать это во время погружения. Много месяцев его пожирает депрессия. Все из-за этой работы. СМИ быстро разнесли историю. Публике понравился такой исход. Он был похож на остросюжетный триллер с похищением. Бывший капитан корабля выдохнул с облегчением. Полиция стала всерьез рассматривать версию самоубийства. Но сестра Тома написала открытое письмо, где заявила, что слова были вырваны из контекста. Он не мог убить себя, тем более не мог убить Эйлен. Свидетели, которым удалось пообщаться с Лунарганами перед исчезновением, утверждали, что у пары не было никаких намеков на то, что у них в жизни могли быть какие-то проблемы. Ходят слухи, что местные СМИ работали на интересы дайверских агентств. В то время австралийский туризм жестко соперничал с американским и японским. И местные туроператоры даже попались на том, что публиковали фейковую статистику несчастных случаев во время погружений. Мол, у них один на сто тысяч, а в Америке целых шесть. Хотя в Америке подобные данные никогда не собирались. Что же случилось с Лунарганами в тот день? Есть разные версии. Они могли умереть от переутомления, от теплового удара. На них могла напасть акула. Всемирно известный дайвер Бен Кроп, имеющий 48-летний опыт дайвинга и более 10 тысяч погружений, сказал, «Скорее всего, их забрала тигровая акула между первыми и вторыми сутками в воде». Об этом говорит порванный гидрокостюм госпожи Лунарган. Могли ли они спастись? Очень вряд ли. По подсчетам Кристофера Коксона, сотрудника департамента занятости Австралии, чтобы добраться до ближайшего убежища понтона на рифе Агенкур, Лунарганам нужно было плыть около 6 километров против сильного течения. Он сказал, что даже олимпийские чемпионы по заплывам на полтора километра не смогли бы сделать этого. Приведу версию опытного дайвера о том, как могли вести себя Лунарганы. На его счету более трех тысяч погружений. Он знает, о чем говорит, потому что сам оказывался в подобных ситуациях. Они всплыли, и увидев, что лодка уже движется или уже ушла, сбросили пояса с грузом. Вероятно, они не увидели понтон в нескольких километрах из-за паники. А если бы увидели, вряд ли смогли бы доплыть дотуда. Поэтому единственным вариантом было бы плыть по течению. Они не бросили кислородные баллоны сразу, поскольку ожидали, что лодка вернется через несколько минут. Или самое большое, через полчаса. Они должны были надеяться, что пропажу обнаружат. Когда лодка не вернулась, они должны были сбросить свои акваланги. Лонерганы вполне справедливо ожидали, что спасательный корабль или вертолет будут искать их сразу после наступления темноты. Как только экипаж вернется на берег и обнаружит, что они пропали без вести. В худшем случае, они могли подумать, что спасение начнется на рассвете. На следующий день, вероятно, они начали бредить от жары и утомления. Поэтому они сняли свои защитные костюмы, которые могли бы поддерживать их на плаву. Затем они умерли. Вероятно, из-за обезвоживания. Или просто заснули. Их могла забрать акула. В таком случае, это бы объяснило дыры на костюме миссис Лонерган. Фильм «Открытое море» снят по мотивам истории семьи Лонерган. По словам многих опытных дайверов, картина отлично показывает то, что чувствует человек, оставленный в море. И это очень жутко. Каков итог? Людей больше нет. Было множество версий про инсценировку или самоубийство. Но какая уже разница? Команда действительно бросила людей в море. И в течение двух дней ничего не замечала. Хотя все улики были у них под носом. Нерн был осужден за непредумышленное убийство. Но позже был оправдан. Адвокат предъявил те самые дневники, в которых писалось о самоубийстве. Команда Outer Edge отделалась штрафом. Да, капитана Нерн действительно оправдали, но дело не только в тех самых дневниках, в которых писалось о самоубийстве. Ведь мы же знаем, что слова те были вырваны из контекста. Дело вот в чем. Отец Эйлен, Джеймс Хейнс, заявил, что его семья не будет судиться с Outer Edge за ущерб. Наши сердца обращены к парням, которые несут ответственность за это. Там не было никакого преступного намерения. Они сделали что-то глупое, и их жизнь будет разрушена. Сказал он. Мы потеряли две жизни. Не будем терять и третью. Он просил суд оправдать капитана Нерна. Вот такая вот история. Понятное дело, в море один никто оказаться не хочет. А чего еще бы вы не хотели? В каких ситуациях боитесь оказаться? Пишите в комментариях. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи и пока!